Школа это дневники, важные учебники, а на переменках мы веселые волшебники. Так задорно. Сегодня открыли новый корпус 108 школы в 102 микрорайоне. О нем здесь мечтали все местные жители. В старом здании обучение велось только по программе начальной школы. А теперь у них будет полноценное среднее общеобразовательное учреждение. Учат не стены, учит учитель. И я желаю вам, чтобы новые стены, новое оборудование, новая школа были просто инструментом, которые помогут вам раскрыть весь потенциал наших детей, дать им заряд на всю жизнь, дать возможность учиться, развиваться дальше. Ну, уважаемые родители, хочу пожелать вам, чтобы ваши дети вас только радовали. Дети наши получили такой долгожданный подарок, полноценную школу. Сразу 700 человек завтра войдут в двери. Красивой, современной, удобной, комфортной школы, где созданы все условия, чтобы учиться, работать, заниматься дополнительным образованием, заниматься физической культурой, спортом, быть уверенными в себе. Новый корпус рассчитан на 450 мест в одну смену и оснащен самым современным оборудованием. В просторных классах есть удобная мебель, интерактивные панели и компьютеры. В старом корпусе, конечно, условия не такие были. Сейчас все для нас тоже новое, как и для детей. Очень интересно, сами что-то новое узнаем. У нас теперь не проекторы, а уже все, как у всех, все современное, оборудование современное. У детей теперь ноутбуки у нас. Я очень ждала эту школу. У меня ребенок в том году закончил 4 класс. В этом году он уже 5 класс. И у нас теперь здесь школа своя. Он пришел сюда, ехать никуда не надо. Мы живем рядышком, здесь в 102-м. То есть эмоции у меня как у учителя и как у мамы. Для мальчишек здесь есть мастерские, где они могут изучать столярное дело. А для девочек – по кулинарии и шитью. Просторная столовая и актовый зал, где ребятишки могут заниматься творчеством. Как вам школа? Классная. Классная? Нам очень нравится школа. Также тут есть большой спортивный зал для занятий гимнастикой, игр в волейбол, баскетбол и даже футбол. А еще у школы огромный стадион, где можно заниматься физической культурой круглый год. От такой школы в восторге все дети. К тому же им теперь не надо ездить в другие микрорайоны. Не надо больше ездить до 113-го квартала, чтобы там учиться. Просто могут пешком дома дойти за 10-15 минут. Я буду больше высыпаться. А еще в школе есть атриум. Это пространство, где дети могут проводить время на переменах и устраивать различные мероприятия. Добавляет атмосферности этому месту мурал, композиция в виде неба, украшенного 108 звездами. Ее на стенах нарисовали местные художники в рамках соцкультурного проекта «Сайну», который в Бурятии по инициативе и при поддержке веб.рф и компании «Про-школа» реализует Центр креативных индустрий «Хэп-Хаб». 108 – это число, самое большое буддийское число. И по совместительству номер этой школы – это количество томов учения Будды и количество четок. Именно 108 их. Здесь, помимо звезд, еще Луна и Солнце. Туда зашифровано на вертикальной бурятской письменности «Сайну». И они как будто бы здороваются друг с другом и здороваются с учениками школы. Сегодня для всех ребят художники проводили мастер-классы, в которых поучаствовали глава Бурятии и мэр Улан-Удэ. А здесь что? А здесь Улан-Удэ, 23-й код и печать. Вот это Улан-Удэ на Старомонгольском? Да. Вот это. А можно мне ваши автографы? Еще одно красочное изображение – мурал с бурятмонгольской каллиграфией художники нанесли на фасаде школы. Здание школы было построено благодаря госпрограмме развития образования на условиях государственного частного партнерства между правительством Бурятии и ООО «Про-школа» – дочерней структуры госкорпорации развития ВПРФ. На строительство объекта было направлено около 700 миллионов рублей из федерального бюджета и вне бюджетных источников. Екатерина Лестратова, Жаргал Цариндашиев, Новости дня. Субтитры создавал DimaTorzok